Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Ситуация в Авдеевке. Как выживает обесточенный боевиками город? Удалось ли восстановить отопление и нужна ли эвакуация? Прощание на коленях в столице проводили в последний путь бойцов, упавших в боях за Авдеевку. Полет с препятствиями. Кто открыл огонь по украинскому транспортному самолету в небе над Черным морем? Лайкнул, предъявив. Как аккаунт в Фейсбук повлияет на получение американской визы? Украинский транспортный самолет ВМС был обстрелен в небе над Черным морем в районе захваченных Россией буровых вышек. Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Степан Полторак. Огонь по Ан-26 открыли из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота России. В результате этого обстрела самолет был поврежден. Экипаж не пострадал. Судно продолжило выполнение полетного задания. При осмотре в обшивке было обнаружено пулевое отверстие. В Минобороны заявляют, что во время тренировочного полета экипаж обнаружил работающую радиолокационную станцию России. Такое оборудование используется для наведения ракет-систем противовоздушной обороны. Это была выключена морская экономическая зона Украины с стрелковой оружия, с кулемета и с автомата. Кулеметный отверстие размером 3 см. Будет проведена дополнительная экспертиза. Про это сообщение правоохранительных органов. Авдеевка. После того, как враг лишил город электричества, люди остались без света, воды и тепла. Утро здесь началось под раскаты градов боевиков. Были повреждены более 20 домов. Есть жертвы среди мирного населения. Двое погибших. Еще 6 человек получили ранения. Но уже к 10 часам установилась тишина. Впервые с начала этой недели. Как прошел день? Достаточно ли провизии, обогревателей и теплой одежды? Насколько реален сценарий эвакуации? Все подробности в материале нашего военного корреспондента Ирины Баглай. Вот он град. Вот это оголовок. Там пробило в спальне крышу, потолок. И оголовок упал в зале, там вот, и загорелось. Вот тушили. От прямого попадания вражеской ракеты дом разнесло. Пошла вон туда, пробила печь. И вот там оголовок в пол врезался под кроватью. Брат, уж операцию сделали. И теперь еще и хату разбойки. А что теперь им делать? Сначала сам упал он купил. Как вот жить теперь? К счастью, дома никого не было. Хозяин еще не пришел в себя от предыдущих обстрелов боевиков. Лежит в больнице после операции. В 7 часов утра окраина Авдеевки содроглась от разрывов. По воронкам и трубам ракет, глубоко зашедшим в землю, видно. Били со стороны Ясиноватой и Донецка. Одна женщина погибла. Мужчина получил ранение. Почти все ракеты боевики выпустили по одной улице прицельно. Дома вдали от военных позиций разрушены через один. А это зимой, когда минус 20 на улице. Как будет теперь крыша? После того прилета столько денег сюда вложили, чтобы восстановить все. Все, что было. После последнего мощного артобстрела боевиков в Авдеевке установилась хрупкая тишина. И ремонтные бригады смогли приступить к работе. В город снова дали газ. Наши перебитые были магистральные, но мы проверили, что не перебитые магистральные были, упали тиск. Но сейчас начали поднимать тиск и все более-менее нормально с привода газа. Местные и эту ночь спали одетыми. Вчера вечером 10 градусов. Ну, сейчас говорят, отопление дали. Дали отопление? Да, дали уже. Я вот сейчас иду. Пожалуйста, остановите этот беспредел. Мы хотим мира. И жить мирно со всеми, чтобы никто не ехал. Главная задача восстановить электроснабжение. Тогда, обещают власти, город будет полностью обеспечен теплом. Пока же, градообразующий Коксахим работает на одну треть своих возможностей и поддерживает тепло в сети. Приводный газ, который мы начали брать, мы используем на ТЭЦ, для того, чтобы отапливать город и вырабатывать собственную электроэнергию. Для обогрева людей работает палаточный городок. Постоянно подвозят гуманитарную помощь, вещи, продукты. Тут же и медики. Говорят, обращаются к ним часто. Очень часто тут очередь стоит. Потому что люди все в стрессе, люди все очень шокированы. Поэтому обращаются за помощь. Вожилок очень много. У нас на глазах госпитализируют мужчину с сердечным приступом. Но выезжать местные не торопятся. На эвакуацию записываются те, кто хочет вывезти из-под обстрелов детей. Вчера зарегистрировалось около 200 человек. Зарегистрировано было. На сегодняшний день выехало 117. В том числе 20 человек инвалидов мы вывезли. 77 детей с родителями. У нас сегодня нет подставок для эвакуации населения. Я считаю, что нормальное життя повернется в самый лучший час. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. На коленях и со слезами на глазах. Украина сегодня прощалась с бойцами погибшими в районе Авдеевки. Украинские военные отразили все атаки противника и не сдали ни метра наших позиций. 7 человек погибли от осколочных ранений. Троих бойцов 72-й бригады Ярослава Павлюка, Олега Бурца и Виталия Шамрая провожали в последний путь в Николаеве. В столице на Майдане сегодня прощались еще с четырьмя бойцами. Это младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Аверченко, сержант Владимир Крижанский и капитан Андрей Кизила. И только что стало известно, что Андрею Кизила, президент Петр Порошенко, посмертно присвоил звание Героя Украины и удостоил его ордена Золотая Звезда. Большинство из них я помню в лицо. Сейчас вот лица мертвая смотришь, не то, но это герои. И вся жизнь у них прекрасная. Тем временем совместное заявление о прекращении огня в районе Авдеевки подготовила трехсторонняя контактная группа в Минске. Об этом по итогам переговоров в столице Беларуси сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарко Олифер. Также до 5 февраля стороны обязались отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Кроме этого договорились обменяться списками пленных и дать доступ наблюдателям ОБСЕ в зону боевых действий. В районе ограниченном Донецким аэропортом Авдеевка и Ясиноваты, а также по всей линии соприкосновения ДКГ совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины призывает Первое. К строгому соблюдению больного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Второе. К 5 февраля этого года отвести вооружение, подпадающее под действие Минские соглашения, на определенные ими расстояния за соответствующие линии и места хранения. Третье. Обеспечить безопасный и надежный доступ для членов СММ ОБСЕ для выполнения ими своего мандата. Четвертое. Оказаться действием гуманитарным усилием по восстановлению воду и энергоснабжения, а также отопления, включая путем проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры. Чтобы рассказать миру о том, что на самом деле происходит в Авдеевке, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН. Экстренное заседание созвали накануне под руководством Швеции, но уже с сегодняшнего дня председателем Совбеза ООН стала Украина. Об итогах этого заседания в материале наших корреспондентов. За сутки до получения официальных полномочий украинские дипломаты настояли. Необходимы экстренные консультации. Срочность понятна. Ситуация в прифронтовой зоне сложная. Киев уже направил 45 запросов в совместный центр по контролю и координации, но не получил ни одного ответа. Потребовался звать заседание контактной группы по выполнению минских соглашений. Но отказалась Россия. Мол, не видит в этом необходимости. И единственное, что осталось, действовать на высшем уровне. Обратиться в Совбез. Где Украина проинформировала о том, насколько катастрофичность ситуации обвинила боевиков не только в нарушении минских договоренностей, но и Женевской конвенции, то есть в военных преступлениях. Обсуждение проходило в закрытом режиме. По итогам, Киев предложил совместное заявление из четырех пунктов. Есть четыре очень коротких пункта. Первый, члены Совбеза выражают глубокую обеспокоенность опасной эскалации ситуации в Украине. Второй, они осуждают использование оружия, запрещенного минскими соглашениями, и из-за которого погибло много гражданских лиц. Третий, Совбез выражает полную поддержку территориальной целостности Украины и настаивает на выполнении минских соглашений. И последнее, Советы безопасности требуют немедленно вернуться к режиму прекращения огня. Во время обсуждения этих пунктов даже Россия публично не высказывала возражений, подчеркнул украинский посол Владимир Ельченко. С сегодняшнего дня он председательствует в Совбезе и признался подробностям, будет использовать это время для того, чтобы максимально продавить самое важное для страны решение, создать мониторинговый офис объединенных наций на Донбассе. Чтобы факты обстрелов, такие как в Авдеевке, моментально фиксировал персонал ООН. Тогда они могут служить доказательством, в том числе и для международных судов и трибуналов. Эту идею как мог тормозил бывший генсек Пан Гимун. С новым есть взаимопонимание. А еще Украина, как председатель Совбеза, постарается реформировать структуру, которую так часто критикуют за нерешительность и бюрократизм. С сегодняшнего дня в случае обострения на Донбассе в Украине уже не надо будет просить кого-то провести совбез. Украинский посол сам может его созвать, и все члены Совета в любое время дня и ночи прибудут не позднее, чем через два часа. Анна Ильиных, Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро, телеканала Интер. Немедленного прекращения огня требуют и в Соединенных Штатах. Госдепартамент выразил глубокую обеспокоенность относительно событий в Авдеевке и ухудшения гуманитарной ситуации. Об этом говорится в официальном заявлении исполняющего обязанности представителя Госдепа США Марка Тонера. С целью предотвращения гуманитарного кризиса Госдеп также призвал обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ и выполнение Минских соглашений. Об обстрелах в районе Авдеевки сегодня заявляли представители ОБСЕ. Первый зам главы мониторинговой миссии Александр Хук говорит о массированном огне с обеих сторон. Такой вывод он сделал после посещения Авдеевки и Ясиноватой. По словам Хука, ОБСЕ все же удалось договориться о локальном прекращении огня. И сейчас с нами на связи наш военкор Ирина Баглай. Ира, здравствуй, ты сегодня была в Авдеевке. Как изменилась ситуация ближе к вечеру и где ты находишься сейчас? Здравствуй, Наташа. В Авдеевке нет связи, позволяющей нам выйти в эфир. Поэтому мы отъехали от города. Буквально несколько часов назад по городу била артиллерия боевиков под огнем наемников. И сейчас, как мне сообщили в командовании бригады, которая держит там оборону позиций военных, наши армейцы отражают новые атаки штурмовых групп. Поступила также свежая информация с передовой, что группировка ГИВИ выведена из строя. И сейчас наемники проводят ротацию, завозят свежее штурмовое подразделение. Как в сюжете вы видели, тишина в Авдеевке сегодня была, но продлилась она до сумерек. Как начало темнеть, боевики открыли огонь по ремонтной бригаде, которая не дошла 300 метров до места обрыва электросети. Так что город по-прежнему обесточен. И завод, соответственно, не может работать на полную мощность, а значит и полноценно обогревать город. И еще хочу отметить, дорога, по которой можно выехать из Авдеевки на трассу через Красногоровку, под прицелом у боевиков. И сегодня мы насчитали до 10 новых воронок на обочине. Так что выезжающим лучше выбрать другой маршрут. Но пока что об эвакуации речь не идет, только по желанию. И это вся информация на данный момент. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглай с последними новостями из Авдеевки. Авдеевский Коксахим продолжает поддерживать тепло в домах местных жителей. Об этом рассказал гендиректор завода Муса Магомедов. Однако, по его словам, собственных ресурсов предприятия не хватает. Не всегда получается удержать достаточную температуру. В 5 утра она снижалась до критических показателей. Тем не менее, завод продолжает подавать тепло. Для этого пришлось частично законсервировать мощности и снизить производство Кокса. Чтобы восстановить подачу электричества на Коксахим, понадобится минимум четверо суток. Ремонтные бригады уже начали работу над поврежденной линией. Жители Украины со вчерашнего дня пакуют теплые вещи и продукты. Для отправки в прифронтовую Авдеевку. Как проходит сбор гуманитарных грузов в разных городах нашей страны, расскажут наши корреспонденты. Еда, вода и теплые вещи сегодня ночью отправятся из города Золотоноша в Авдеевку. Сбор помощи там организовал бывший житель прифронтового города, переселенец Алексей Дробязко. В Черкасскую область семья тренера по карате перебралась еще в 2014-м. Алексей побывал в плену у боевиков и после освобождения уехал в Золотоношу. На его просьбу о помощи жители откликнулись и собрали для пострадавших теплую одежду, продукты, свечи и одеяло. Сегодня ночью я стартую своей машиной. Везу самые необходимые вещи, то острая необходимость. В дальнейшем, когда будет готово определенное количество груза, я там уже буду их встречать. Отсюда машина будет стартовать из Черкасской области. В Днепре жители приносят в гумштаб помощи авдеевцам в кто что может. За сутки удалось собрать почти две тонны груза. Местные супермаркеты предоставили хлеб и питьевую воду. Сейчас созданы группы сопровождения оперативной допомоги. Группы встречают на подходе транспорт и доводят его до места, где эта допомога доходит конкретно до тех, кто в ней нуждается. Присоединились к гуманитарной акции и в Запорожье. Сбор помощи проводили на центральных рынках города. Ведутся переговоры с руководством города Авдеевки и в зависимости от необходимости, которая для них будет необходима, в каких-то других, может быть, это стройматериалы, может быть, еще какие-то, допустим, перевязочные материалы, может быть, лекарства какие-то. То есть любую помощь, которую в состоянии будут оказать жители города Запорожье, она будет оказана. А губернатор Закарпатия предлагает отправить в Авдеевку, задержанную на границе контрабандную деревесину. Сейчас в области проставят около 200 тонн вагонов с лесом, который нелегально пытались вывезти под видом дров. В Одессе сбор гуманитарки организовали у здания облгосадминистрации. И уже к середине дня выросла гора из коробок и пакетов. У них продукты и предметы первой необходимости. На подъезде дизель-генераторы, топливо, переносные фонари. Гречка рис, ящики пшеницы. Собрали люди, потому что надо. Координатор едва успевает принимать звонки с предложениями о помощи. Вот звонят из Ирсонской области. Новая Каховка. Да, мы собираем материальную помощь. В Авдеевку уже приехали с гумпомощью волонтеры и народные депутаты. Я тоже сейчас привез первую партию гуманитарной помощи. Это дистопливо для генераторов, это медикаменты. Уже в пути продукты и памперсы. Завтра встроим материалы. То есть поставки будут идти, пока это необходимо. Но самое главное, послушайте, что говорят люди. А люди говорят, что политики, которые зарабатывают на этой войне, должны наконец-то отдуматься и начать думать о народе. Здесь, в Авдеевке, больше 20 тысяч человек, которые находятся практически в состоянии гуманитарной катастрофы. Сегодня утром мы опять направили в Авдеевку еще одну партию продуктов питания, уже для того, чтобы готовить непосредственно там горячие обеды. Это чай, кофе, вода. Это то, что просили, просил завод, просили жители Авдеевки. Там крупы, макаронные изделия, из которых можно готовить еду и кормить людей. Авдеевка получит помощь буквально из каждого областного центра. Таким образом, жители Украины доказали, своих соотечественников беде не оставят. Елена Медрюк, Марина Коваль, Андрей Анастасов, Станислав Кухарчук. Подробности, телеканал Интер. Украинцы-то помогают, это факт. А как отрабатывать ситуацию МЧС об Авдеевке? Сегодня говорили на заседании Кабмина. Глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и вице-премьер Геннадий Зубко отчитались о результатах своей работы по ликвидации последствий в Авдеевке. Все подробности узнаем от Ирины Романовой. Вернувшись накануне из Авдеевки, премьер докладывает, ситуация там напряженная, но все под контролем штаба, который заседает каждые два часа. В городе частично возобновлено водо- и теплоснабжение. Есть пункт обогрева. Не решен вопрос только с электричеством. Из-за этого остановлены производственные мощности, местного Коксахима и фильтровальная станция. Самое главное, что нам нужно домогтись, это объединить световое співтовариство, тиснути на Россию, чтобы они прекратили обстрел. Это даст возможность всем службам технично восстановить нормальную життєдіальність міста, восстановить энергопостачання, водопостачання, забезпечити якісне теплопостачання. Пока же спасатели делают все возможное, отчитывается глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Завозят воду и продукты. При необходимости готовы развернуть еще пять пунктов обогрева и питания. Разработан план эвакуации людей. Передбачено урази ускладнения вывозення близко 12 тисяч людей. Хочу высловити слова вдячности волонтерам. Только за минулую дубу доставлено та роздяно майже 10 тонн предметів першої необхідности, продуктів харчування и 900 продовольчих наборів. Вспомнили сегодня на заседаниях обмена не только о волонтерах, но и пострадавших во время Евромайдана правительство выделило им одноразовую помощь. Семьям погибших активистов по 320 тисяч, тяжелораненым по 160 тисяч, тем, кто получил легкие повреждения по 48 тисяч гривен. Потом заслушали еще один отчет. Главы нацагентства по противодействию коррупции. Готово ли оно ко второму этапу декларирования, который стартует 1 апреля? Теперь переходим до самого интересного слайда, который относится к архитектуре современной системы электронного декларирования. Да нет, Наталья, мне не нужна ваша архитектура. Я хочу вас запитать абсолютно просту речь. Два миллиона декларантов. Чи мают они технично можливість заповнити декларацию без стресса? Оце архитектура, ваша внутрішня структура, распредел обов'язків, и все інше, це ваше питання, це не наше питання. У мене питання тільки єдине. Чи є проблеми і чим допомогти? Премьер напомнил главе на ПК, с какими скандалами і трудностями начинался первый этап декларирования. Поинтересовався, не буде ли такого через два місяці. І ті сигнали, які до мене сьогодні надходять, що ви не готові і не готуєтесь до того, щоб ця система працювала далі. Для мене це величезна тревога сьогодні. Тому я вас запросив на цю публічну трибуну, щоб ви тут сказали мені, що мені від уряду потрібні перші, другі, треті. Я вот слухав, що ви говорили 10 хвилин, я, в принципі, майже, що нічого не зрозумів. Отчетом глави НПК Гройсман остался недоволен і поручил проаналізувати состояние дел з електронним декларуванням руководителю госпідсвязи і міністру юстиції. Ірина Романова, Владимир Санченко. Подробності, Телеканал Інтер. Тепло, як роскош. В Мирной Поповці Полтавської області люди замерзають целым селом. Газове отопление практически для всех пенсіонеров этой зимой стало непосильним. А платити голубого топлива, щоб обогреть дома, вони не можуть із-за мизерних пенсій. Люди оформили субсидии, але виделенних державом кубометров хватає тільки на те, щоб підтримувати температуру не више 7 градусів. Валентина Бескаравайна даже дома не знімає теплі рукавиці. На нехватку газа жителі сьогодні жаловались народним депутатам, які приїхали. В село Сергій Каплин убежден, що держава повисну пересмотреть лимити, а пенсію повысить до уровня минимальна зарплата. Говорю, що це рішення уряду. Прошу доволи 7,5 на квадратний метр. Все, ми тільки п'ять і п'ять. А що ж ви будете робити, як дадуть вам тільки 4? Це вже я півдня проплокала. І зараз ми повинні з вами зробити все, щоб збільшити мінімальну пенсію. Ви на неї заробили. Пенсія завжди повинна трішки випережати мінімальну заробітну платню. Знайдемо ресурси, знайдемо, де взяти. Менше 3200 не повинно бути. Потерять собственне жилье или бизнес теперь стало проще простого. Реформа Минюста о реестре прав собственников обеспечивает просто райские условия для мошенников. Об этом вчера заявили в НАБУ и сообщили, что сообщили о новой форме рейдерства. В бюро призывают министерство немедленно заняться поиском решения этой проблемы, а юристы со своей стороны утверждают, что такими недоработками Минюста и правоохранителей мошенники активно пользуются как минимум уже два года. Подробности в сюжете. Жильцы 52-х квартир в этой многоэтажке в Киеве стали жертвами афер буквально за одну ночь. Не успели приобрести жилье в новом доме, как оказалось, у квартир уже другой собственник. Нотариусы-мошенники незаконно внесли изменения в реестр прав собственников и все переписали на некую компанию ТБС. Когда дом был достроен, я получила все документы на квартиру. И обратившись к нотариусу, я подала документы на регистрацию прав собственности. Нотариус, зайдя в реестр, увидела, что моя квартира уже была зарегистрирована на дочернее предприемство ТБС, про что есть отказ в получении прав собственности. Куда бы мы ни обращались, никакого ответа нет. Новый механизм регистрации прав на недвижимость действует несколько лет. Реестр в открытом доступе и любой зарегистрированный пользователь может посмотреть интересующие его данные. Но вносить изменения могут только нотариусы. При этом им не нужны горы бумаг. Государство сделало вроде бы как шаг на встречу и упростило процедуры, но эта простота сыграла теперь с людьми злую шутку, поскольку никто не рассчитывал на то, что лица, имеющие доступ к этим реестрам, будут злоупотреблять этим доступом. С помощью такого нехитрого способа мошенники стали присваивать не только жилье, но и бизнес. Вчера глава НАБУ заявил, его ведомства просто засыпали обращениями. Директор антирейдерского союза предпринимателей Андрей Семидидько на своей странице фейсбук назвал министра юстиции организатором и главным бенефициаром рейдерских схем с использованием реестров. А вот юрист Михаил Ильяшев возлагает вину и на правоохранителей. Виновные, как правило, известны. Но почему-то часто правоохранительные органы закрывают глаза на то, что это было какое-то умышленное действие, а делают вид, что что-то происходило вследствие ошибки. Доказать, что именно ты собственник, можно через суд. Но это длительный процесс. И пока восторжествует истина, убытки будут колоссальными. Как в Минюсте собираются исправлять ошибки в механизме регистрации прав, пока неизвестно. На наши запросы там не отвечают. Ольга Рызар, Олег Невидонский. Подробности, телеканал Интер. А США усложнят механизм получения виз. Теперь сотрудники посольства заглянут не только в ваш паспорт и карман, но и в Фейсбук. Проверят посты и даже прошерстят телефонную книжку в мобильном. Такими идеями поделился министр внутренней безопасности США. Кого коснутся эти новшества, узнаем от Дмитрия Анопченко. Паспорт с визой, таможенная декларация, бронь гостиницы, обратный билет. Вот и все, что обычно просили на границе у тех, кто прилетает в Соединенные Штаты. И дальше, обязательно в таких случаях фраза. Мол, добро пожаловать, формальности завершены, но теперь все может быть по-другому. По крайней мере, такие планы огласил член команды Трампа, новый министр внутренней безопасности страны Джон Келли. Он считает, что раз времена нынче неспокойные, и президент огласил миграционные новшества, то ко всем, кто собирается в Соединенные Штаты, нужно присматриваться внимательнее. На своей первой пресс-конференции Келли не стал раскрывать все карты. Сказал, пока это только планы, но того, что он уже сообщил, оказалось достаточно, чтобы пресса ахнула. Ведь Homeland Security планирует серьезно усилить проверки и при пересечении границы, и при подаче документов на американскую визу. Когда кто-то приходит и просит рассмотреть вопрос о выдаче визы, понятно, что нужно учитывать, какие веб-сайты он посещает, возможно, какие-то контакты в телефонной книжке, ну, чтобы мы видели, с кем говорим. Опять же, вопрос пока в разработке, но это те вещи, которые нас интересуют, в том числе и социальные сети. Логику Келли выяснила пресса. А она проста. Мол, как еще понять, что тот, кто просит визу, не выдает себя за другого, кроме как прошерстить его страницу в Фейсбуке? Родственников в Штатах в анкете не указал. А вот же они, родимые, на совместных фотографиях. Написал в анкете, что менеджером работаешь. А почему тогда в соцсети совсем другое указано? Предполагается, что и при пересечении границы офицеру дадут право задать не только стандартный вопрос. Цель вашего визита – каникулы. Ну и поинтересоваться последними СМС в телефоне. Мол, не писал ли, что теракт планируешь? И недавними постами в интернете. Это правило действует в Америке очень давно. Даже если есть виза, то единственный человек, который может принять решение, пускать ли в страну, это иммиграционный офицер в аэропорту после прибытия. И если он сочтет что-то подозрительным, может запросто отказать во въезде. И вот теперь, когда новшество заработает, кто даст гарантию, что если ты в Фейсбуке что-то не то про Трампа написал для бдительного служителя порядка, это не станет основанием не пустить в Америку. Отмечу, что пока все идеи нового главы внутренней безопасности США – только планы. И, возможно, проверка соцсетей будет не для всех стран. Возможно, новая система заработает не так и быстро. Но если вы собираетесь в Штаты, на всякий случай все-таки перепроверьте записи у себя в Фейсбуке, которые вы написали, думая, что это прочтут только друзья. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Немецкая полиция раскрыла сеть сторонников ИГИЛ, которые готовили теракт на территории Германии. Арестован лидер группировки гражданин Туниса. Все подробности этой масштабной антитеррористической операции узнаем от Татьяны Лагуновой. Спецоперация стартовала в 4 утра. Несколько часов Германия буквально стояла на ушах. Более тысячи полицейских обыскивали частные квартиры, офисы и мечети всех крупных городов земли Гессен. Цель рейда – раскрыть террористическую сеть, члены которой готовили атаку против Германии. Под подозрением 16 человек. Арестован лидер группировки гражданин Туниса. Главный подозреваемый – 36-летний тунисец. У нас есть данные, что с августа 2015 года он был причастен к деятельности террористической организации «Исламское государство». Он занимался вербовкой боевиков и создал в Германии сеть сторонников ИГИЛ. Известно, что задержанного разыскивали и тунисские власти. На родине его подозревают в организации теракта в Национальном музее Бордо, где более года назад в результате атаки погибли 23 человека, почти все иностранные туристы. Немецкие силовики уверены, арестованный готовил теракты в Германии по заданию «Исламского государства». По нашим данным, подготовка теракта была на начальной стадии, поэтому нам неизвестно, была ли выбрана мишень для нападения. В Германию тунисец прибыл более года назад и попросил убежище. За это время успел отсидеть в тюрьме за нанесение телесных повреждений. В убежище ему отказали и должны были депортировать на родину. Но высылка сорвалась, так как власти Туниса не передали немцам необходимые документы. Антитеррористический рейд сегодня проводили не только в Гессене, но и в Берлине, правда, не такой масштабный. В немецкой столице тоже есть аресты, задержаны три человека. Их подозревают в причастности к ИГИЛ. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Буксующие грибовичи. Почему дело о трагедии на мусорном полигоне во Львовской области так и не сдвинулось с места? Методом торнадо, как и почему, подсудимые бойцы спецроты сорвали очередное заседание суда. Тени надгробий. Кто вынуждает николаевцев проводить свой досуг на кладбище? Бойцы Корда причастны к краже миллиона долларов из дома, возле которого были убиты пятеро полицейских в Княжичах. Такое заявление сделал Геннадий Маскали. Поделился новыми подробностями кровавой перестрелки. По его словам, в доме проживала состоятельная переселенка из Янакиева. Кража произошла, когда она уехала на отдых. Напомню ранее, генпрокурор Юрий Луценко заявлял о том, что после ограбления служащие ГСО также вынесли из помещения дорогостоящий алкоголь и ценные вещи. Но губернатор Закарпатской области убежден, что к преступлению причастны ныне действующие сотрудники правоохранительных органов. Так, как грабителей, укравших деньги, должны были задержать на месте. По информации злодеев и некоторых правоохранительных органов Киева, у них было миллион наличных. Значит, они спокойно приезжали. Служба зовнішнего, спостережение, бачила, как они светят ліхтариками, обкрадают этот дом. От правоохранителей было двое, и была соседка. Значит, были работники Курт. Где они были, никто сьогодні не знает. Но их не было в княжичах, они где-то были. И, скорее всего, я так понял, они мали перехопить их по дороге, тихенько забрати цей лимон, те бы молчали, и все бы молчали. И очередной скандал в деле другого спецподразделения МВД. 11 заключенных бойцов Торнадо сегодня отказались покинуть камеру СИЗО для доставки в суд. По словам адвоката подсудимых, сделали они это якобы в знак протеста против закрытости процесса. В итоге заседание перенесли на следующий вторник. Накануне в Абалонском райсуде столицы завершилось судебное следствие по делу Торнадо для троих бойцов. В том числе и командира Руслана Онищенко прокуратура просит 15 лет лишения свободы. Восьми подозреваемым грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Еще одному участнику группировки, который ранее частично признал свою вину, три года условно. Напомню, 12 бойцов Торнадо вместе с командиром обвиняют в создании преступной группировки в похищениях, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В судебном процессе сторонам еще предстоят дебаты, выступления самих подозреваемых и их защиты, после чего ожидается приговор. С киевской подземки задержали военного с тротилом и гранатой. Об этом сообщили в столичной полиции. 29-летнего уроженца Житомирской области задержали около полуночи в вестибюле станции метро Житомирская. У мужчины изъяли 600 патронов, 54 тротиловые шашки и гранату РГД-5. По предварительной информации, он служил в одной из военных частей. Он утверждает, что все эти боеприпасы нашел возле полигона в Гончаровске, Черниговская область, и решил отвезти домой. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Вместо зоны отдыха городское кладбище. Так решили власти Николаева. Местные жители категорически против, какие доводы приводят и готовы ли их услышать в мэрии, выяснял Кирилл Ющишин. Из окон галлы открывается вид на лес и степи. 80 гектаров нетронутой зеленой зоны. Вот только вид этот может быть дополнен над гробиями. Кладбище буквально прямо за железной дорогой. Сразу за посадкой. Сразу. Вот это кладбище. Все. Вот это вся территория будет. Для местных жителей это единственное место отдыха. С другой стороны микрорайона военный аэродром. Люди не понимают, почему для кладбища выбрали именно этот участок. Лесополоса. Шикарная. Лесной зелень. Красиво. Мамы с детками. С внуками, правнуками, детьми, бабушки. Здесь нигде нету больше парковой зоны. Испорченный вид из окна полбеды. Есть проблема более серьезная. Здесь грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. После дождей стоки с кладбища могут попасть в колодцы. О том, что здесь собираются обустроить новый погост, местные жители узнали из новостей. И сразу же решили, надо что-то делать. За сутки собрали более двух тысяч подписей против. Вся эта земля находится под наклоном к нам. Кульбаки находится ниже уровня. Все это, вся дрянь, это будет течь. Вы сами понимаете, к нам, во-первых, скважины, вот которые, где у вас находятся сады. Теперь под наши дома. В мэрии объясняют, мест на городских кладбищах больше не осталось. Но все же чиновники обещают прислушаться к мнению людей. По результатам общественного слушания уже будет готовиться полный пакет по детальному плану территории. И только на основании этого он будет применяться в жизни. Впрочем, люди властям не доверяют и уже намерены выйти на акцию протеста. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Суд по делу о трагедии на мусорном могильнике в Грибовичах сегодня не состоялся. В мае прошлого года на полигоне во Львовской области случился пожар, затем обвал. Лавина мусора накрыла спасателей. Три человека погибли. Тело еще одного так и не нашли. Восемь месяцев шло расследование. Наконец дело передали в суд. И сразу с первого заседания процесс забуксовал. Почему, узнаем от Галины Якушко. Сегодня в Желковском райсуде первое слушание по делу о трагедии в Грибовичах. На скамье подсудимых трое подозреваемых. Начальник предприятия, которое обслуживало полигон, его зам и директор полигона. Горбаля, Куприча и Плашенко обвиняют в служебной халатности, из-за которой погибли три человека во время тушения пожара на полигоне, а также в нарушении норм экологической безопасности. Бывшему директору коммунального предприятия Горбалю 72 года. В руках держат успокоительное. Утверждает, соблюдал все санитарные нормы. А обвал произошел из-за действий пожарных. 25 лет, все нормально было. Пожарники приезжали. Это не первый раз нас загорелось. Приехали, понимаете, где-то 20 пожарников. Все хотели показать, что моментально все можно сделать. 33 годы лили воду, не больше. Прокурор настаивает. Следствие доказало, что полигон эксплуатировали неправильно. Материалы, которые подтверждают порушения при складывании этих подходов. Это неналежное перешарование, неосчинение, недотримание котов, належное котов полигона. Наследок чел, что замовлено возможность их услуга. Родственники погибших требуют, чтобы судили не только коммунальщиков, но и руководство львовской мэрии, в том числе экс-начальника ЖКХ Юрия Гольца, которого задержали по подозрению во взяточничестве, и самого мэра Андрея Садового. Той, кто был в тот день, керувал тем всем, и так же, в первую очередь, мэри тут сидит. И те, что в МИСКИЛАДЕ сидят, и тем керували, что занедбали полигон. Тоже будем заявляти такое глопотание, оскільки про допит свідків, и одним из свідків в этой справе, еще на стадии досудового расследования, был мэрикий голова Львова. В зал заседаний заходит судья, и сразу закрывает заседание, из-за отсутствия представителей компании, которая в данный момент отвечает за полигон в Грибовичах. Они тоже участники процесса. Следующее заседание судья назначает на 27 февраля. Тем временем, земельный участок в Яваровском районе, который премьер-министр обязал передать под полигон и муцароперерабатывающий комплекс, Львовской мэрии не подошел. По словам Садового, он получил отчет комиссии о том, что данный участок непригоден, мол, находится слишком близко к национальному заповеднику и водохранилищу. Галина Якушко и Юрий Голубенко подробности телекнул Интер-Львовская область. Грузия может получить безвизовый режим уже завтра. Об этом сообщил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалестер. Он заявил о том, что Европарламент, скорее всего, проголосует за безвиз. Голосование на повестке дня завтра в полдень. Украина пока от Грузии отстает. Ранее пресса сообщала о том, что решение украинского безвиза задерживается из-за позиции Франции, которая тормозит его до президентских выборов. Ну а в самой Франции кандидаты в главное кресло этой страны все глубже погрязают в коррупционных скандалах. Правоохранители наглянули с обысками в офис бывшего премьера Франсуа Фийона. Его обвиняют в растрате бюджетных денег. Еще одна из фаворитов президентской гонки Мари Лепен оказалась по уши в долгах. О французских предвыборных страстях подробнее Алексей Пшемеский. Семейный бизнес по-французски. Кандидата в президенты Франции, бывшего премьера Франсуа Фийона, обвиняют в том, что он устроил на работу в парламент свою супругу Пенелопу. Еще в далеком 98-м прилежный семьянин и христианин Фийон решил взять свою жену помощником. И на зарплату не поскупился. Как подсчитали раскопавшие эту тему журналисты, с тех пор Пенелопа заработала почти 900 тысяч евро. Все бы хорошо, но вот только на работу за все эти годы она так ни разу и не пришла. Сам Фийон назвал это все клеветой и даже пообещал подать в суд. Это черный пиар, хорошо спланированная кампания, нацеленная против меня и моего участия в выборах. Пусть этим занимается правосудие, я больше не скажу ни слова. Но вот теперь свое слово скажут правоохранители, всерьез заинтересовавшиеся изложенными журналистами фактами. Накануне в офисе кандидата провели обыски. И если то, что удалось узнать журналистам, подтвердится, это может стоить Фийону не только участие в президентской гонке. Следует отметить, что кумовство по-французски здесь далеко не новость. Еще один кандидат президентской гонки и одна из фаворитов, лидер национального фронта Марин Лепен, также оказалась в центре финансового скандала. Лепен обвиняет в том, что она потратила более чем 300 тысяч евро денег налогоплательщикам на премии своим помощникам. Еще в начале года в Европарламенте призвали ее немедленно все вернуть. Однако сегодня Лепен заявила, ничего возмещать не собирается. К слову сказать, и Лепен и Фийон два наиболее пророссийских кандидата на этих президентских выборах во Франции. Служба безопасности Украины уже грозилась запретить Лепен въезд в страну за ее обещание признать аннексию Крыма. Лепен также обещает в случае своей победы вывести Францию из состава Евросоюза. Марин Лепен уже неоднократно обвиняли в том, что она получает финансирование из Кремля. Однако она, конечно же, все отрицает. Однако теперь не исключено, что в ходе расследований могут всплыть новые и куда более громкие и серьезные факты. Алексей Пшимыски, Иван Ермаков, Европейское бюро телеканала Интер. И как показывают последние соцопросы, Франсуа Фийон уже теряет лидерство в этой президентской гонке. С нынешним рейтингом кандидат от правых не пройдет во второй тур выборов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Он уступает ультраправой Марин Лепен и независимому кандидату Эммануэлю Макрону. Соцопрос проводили еще до обнародования второй порции скандальной информации о Фийоне. Историческое голосование начнется буквально через несколько минут в британском парламенте. Палата общин скажет свое принципиальное слово относительно Брекзита. Интриги нет, с большой вероятностью это будет да. Почему и почему это только начало сложнейшего процесса выхода королевства из Европейского Союза, знает наш Сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко. Ночные бдения в парламенте для Лондона событие крайне редкое. Точно так же, как и 99 депутатов, желающих выступить по поводу Брекзита. Этот законопроект дает возможность премьеру начать процесс, за который народ проголосовал на референдуме 23 июня. Я призываю парламент доверять народу. Сегодня жаркие дебаты продолжаются, хотя интриги по поводу голосования нет. Из 650 членов палаты общин, всего несколько десятков собираются голосовать против выхода страны из ЕС. Голос за данный закон в нынешней редакции – настоящее неуважение к народу. Предупреждаю парламент, без поправок это будет актом экономического и конституционного саботажа. Премьер Мэй в переполненном зале спокойно, уверена в результатах голосования. Она, конечно, пыталась обойтись без одобрения парламента, но суд постановил иначе. И теперь глава Кабмина обязана согласовывать с депутатами «Белую книгу» – проект соглашения с ЕС. Я с радостью информирую моих почтенных коллег, что «Белая книга» будет опубликована для них уже завтра. Так за что же голосуют сейчас? В зал вынесен вопрос, наделять ли правительство правом запускать процесс Брекзита. И это только начало сложной процедуры. С завтрашнего дня комитеты парламента будут вносить поправки в проект соглашения с Европой. Затем за него еще раз проголосуют общины и отдадут на рассмотрение лордов. После так называемого «пинг-понга» между палатами согласуют окончательный текст документа, который лорды должны принять 7 марта. Если все пойдет гладко, то британский премьер уведомит официальный Брюссель о выходе из ЕС на саммите 9-10 марта. В любом случае, Тереза Мэй обещала народу сделать это до конца первого месяца весны. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». И Оксана Кундеренко сейчас на прямой связи со студией. Она находится у стен парламента в Лондоне. Оксана, здравствуй. Так быть ли Брекзиту? Тебе слово. Добрый вечер, Наталья. Действительно, голосование вот-вот стартует. По Киеву это будет 9 вечера. И саботировать законопроект о Брекзите мало кто собирается. Еще во время дебатов большинство членов палаты общин признались за они или против. Так вот, за все кроме одного человека консерваторы и почти все лейбористы. И этого уже достаточно. Среди оппозиции есть пару десятков отщепенцев, которые ослушались своего лидера. Они законопроект не поддержат. Точно так же, как и члены шотландской национальной партии, которая кардинально против выхода из зоны свободной торговли с ЕС. Всего до сотни человек. Так что, считай, дело сделано и Брекзиту быть. Несмотря на все уличные протесты и петиции, блокировать его парламент не станет, потому что элементарно уважает решение своего народа. Киев. Спасибо, Оксана. Оксана Кундеренко была с нами на связи из Лондона. Трамп идет. В какую детскую игру играют взрослые американцы? Как попасть в знаменитый золотой дом скандального римского императора? И сколько тратит на выпивку Джонни Депп? Об этом и не только в нашем обзоре. Новый флешмоб в США. После возгласа «Трамп идет», люди разбегаются в рассыпную. Таких роликов в сети уже тысячи. Коллеги по работе, спортсмены и студенты собираются в группы, а потом как по команде бегут кто куда. Шуточный флешмоб охватил всю Америку. Забава похожа на детскую игру, но только сейчас в США. В нее играют взрослые. Джонни Депп тратит 30 тысяч долларов в месяц на вино, рассказали бизнес-менеджеры голливудской звезды. С ними Депп судится, потому что уверен, финансисты неправильно распоряжались его состоянием. Менеджеры слили в прессу, что из-за своей расточительности Депп на грани банкротства. В сети опубликовали список трат за последний месяц. Выяснили, Депп купил яхту за 18 миллионов долларов, потратил 200 тысяч на аренду частного самолета и около 150 тысяч на личную охрану. А еще 3 миллиона, чтобы развеять прах, журналиста Хантера Томпсона из пушек. Компания IKEA будет продавать текстиль, созданный руками сирийских беженцев. Эксклюзивный товар попадет на прилавки сети шведских магазинов в 2019-м. Менеджмент компании хочет предоставить рабочие места переселенцам, которых приютила Швеция. Первым делом трудоустроят 200 женщин. Они прибыли в Скандинавию из лагеря для беженцев в Иордании. Фестиваль викингов и огня прошел на шотландских островах. Сотни участников в костюмах норманов устроили грандиозное факельное шествие. Одно из условий фестиваля – полное перевоплощение. Люди шьют оригинальные наряды и воссоздают оружие викингов. Для праздника даже специально строят дракар – корабль викингов. Его сжигание – тоже обязательная часть праздника. Впервые фестиваль огня провели в 1881 году. А вот в Риме воссоздали золотой дворец императора Нерона. Сооружение виртуальное. Его можно увидеть только с помощью специальных очков. Мало того, благодаря компьютерным технологиям каждый желающий может проследить, как менялся облик роскошного дворца в течение веков. Золотой дом Нерона был построен в 64 году н.э. Дуэль на фейерверках устроили два жителя Китая. Подожгли огромные ракеты и начали стрелять друг в друга. В Китае до сих пор празднуют Лунный Новый Год. Вот люди и веселятся напропалую. Позже участники огненной дуэли объяснили. Хотели повторить знаменитую сцену из Гарри Поттера, когда юный волшебник сражался с Волан-де-Мортом. В Берлинском зоопарке наконец-то дали имя новорожденному белому медвежонку. Малыша назвали Фриц. Перебрали 10 тысяч имен. Их присылали обычные люди. В зоопарке даже создали жюри из семи человек. Коллегиально и выбрали для малыша имя. Новорожденного, появившегося на свет в неволе, покажут публике не раньше марта. Наш сайт подробностей Юэ. И информация там обновляется постоянно. На сегодня это все. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова